Часть информации, которую я вам сегодня попытаюсь преподнести, конечно, будет касаться нашей крымской природы, потому что, ну, нельзя по-другому. Но теперь все же вначале я хотела бы рассказать вам немножечко и об истории этих мест, истории этих лесов. Во-первых, она достаточно старая и интересная, во-вторых, у вас уже будет основа для моего дальнейшего рассказа и хоть какое-то малейшее понятие о том месте, куда мы с вами сегодня приехали. Но все дело в том, что издревле вот эти живописнейшие места, богатые дечью, были облюбованы нашими российскими царями-императорами в качестве охотничьих уходий. Приезжали сюда на охоту еще Александр II, Александр III, Николай II. Но впервые об охране этих мест стали говорить только в конце 19-го столетия, после массовых рубок крымских лесов. Передовая российская общественность, а это было общество, естество, испытатели и любители природы, стало бить тревогу о том, что уничтожаются крымские леса. Вместе с ними гибнут и многие редкие виды растений. И когда эта весть была донесена до Николая II, то он как человек, любящий, знающий и неоднократно бывавший в этих местах, запрещает такую плотную хищническую хозяйственную деятельность и издает указ о создании вот в этих местах заказника императорских охот. То есть охоты были разрешены, но рубки лесов уже были под запретом. В 1896 году начинают продумывать проект этого заказника, но вступает он в свое село только спустя 17 лет. В 1913 году на площади всего 3705 гектаров земли, то есть на площади почти 10 раз меньше, чем современная территория заповедника, создается заказник охотник императора, где рубки леса, как я уже сказала, были под запретом. Ну, конечно же, 13-й год, тут уже революция, и естественно, после революции никаких владений императора оставаться здесь не может. Территорию переименовывают в национальный заповедник, но таковым он был только на бумаге, никакого заповедного режима никто здесь не придерживался. Начинается гражданская война, и в 1919-1920 годах сюда приходят армии Врангеля и Теникина. Это было очень тяжелое время для Крыма, потому что частями Красной армии он был отрезан от Донбасса, и каменный уголь сюда не поставляли. Нужно было чем-то отапливать, и местное население, и армию, а, как известно, самое дешевое топливо – это трава. Поэтому снова же леса стали хищнически истребляться, и по окончании гражданской войны природа осталась здесь в ужасающем состоянии. Так вот, 30 июля 1923 года Совет народных комиссаров Российской Федерации издает указ о провозглашении на месте бывшего заказника императорских охот Крымского государственного заповедника. Именно вот эта дата – 30 июля 1923 года, и считается днем рождения нашей любимой организации. В этом году, как несложно сосчитать, мы будем праздновать уже 90-летие заповеднику. Тогда, в 1923 году, сюда был выделен специальный конный лесной отряд, наделяемый правами милиции, и очень жестоко каралось браконьерство. Но отдыхает природа недолго. Начинается Великое Отечественное, естественно, никакого заповедника здесь нет, потому что все его сотрудники, начиная от егерей и лесников, и заканчивая научными сотрудниками и директором, уходят в партизанское движение и возглавляют это движение директор в прошлом заповедника Алексей Васильевич Макраусов. Он возглавлял партизанское движение здесь во время Гражданской войны, и такая миссия была возложена на его плечи и во время Великой Отечественной. Но я, конечно же, во всех подробностях сейчас не имею возможности вам рассказывать о широкомасштабном партизанском движении, которое здесь развернулось. Скажу только, что одна треть крымских лесов была во время войны здесь покалечена и уничтожена. Были сожжены все до единого лесные кордона заповедника. Были уничтожены постройки монастыря и царского охотничьего домика. Монастыря, который мы с вами сегодня посетим. Как выглядел монастырь в довоенные годы, я вам покажу на сохранившихся фотографиях. Как он выглядит сегодня, вы увидите своими глазами сегодня. Но когда Крым был освобожден в 1944 году, заповедник свою деятельность возобновляет, зарастает пожарище, выравнивает за окоты. И 1957 год стал новой вехой в истории нашей организации. Сюда приезжает Никита Сергеевич Хрущев и привозит с собой на охоту югославского лидера Иосифа Броза Тида. Они убивают здесь по оленю, что очень широко освещается в средствах массовой информации. Общественность, конечно же, взбунтовала, что в заповеднике убивают животных. И очень быстро эту территорию с заповедника переименовывают в заповедно-охотничье хозяйство. Казалось бы, парадоксальным сочетание двух противоположных слов в одном понятии – заповедник и охота. Но, тем не менее, несмотря на то, что это было время, когда сюда приезжали на охоту члены Политбюро, это было наилучшее время для организации с наилучшим финансированием и с наибольшим поголовьем животных в лесах. А самое тяжкое время начинается после развала Союза, когда в 1991 году решают расчленить заповедно-охотничье хозяйство и приватизировать. Но, слава богу, сделать этого не удается, и свой коллектив, и общественность поднимаются на защиту этого хозяйства. Заповедный статус нам возвращают в 1991 году государственного заповедника, как это было ранее, а в 1992 году дают статус природного заповедника, что означает самый строгий режим охраны. И выше статуса заповедности уже не бывает, чем мы имеем сейчас. Что? Где? На дороге. Не знаю, я не увидела. Не увидела. Большой. Кто? Кто сидит? Не надо его трогать. Кто сидит? Ну, слеток, наверное, дрозда. Сего тогда, не надо трогать. Голубя, наверное. Нет? Я не буду. Я смотрела. Конечная эхо в развитии этой организации, это 2000 год. Заповедник переподчиняет управлению делами президента Украины, где мы сейчас, собственно говоря, и находимся. Ну, вот вкратце я вам поведала о новейшей истории этих мест. А теперь все-таки мне хотелось бы вернуться немножечко назад. Назад к тому времени, из которого я начала свой рассказ. На сто лет назад. Потому что вот эта дорога, по которой мы с вами движемся сейчас, дорога, которая приведет нас в Космодемьяновский монастырь. Дорога, на которую вы ступили в тот самый момент, когда свернулись с южнобережной трассой и стали по серпантину подниматься вверх в горы. Она была построена 100 лет назад для нужд семьи последнего российского императора Николая II и по сей день носит его имя. Так что наши с вами путешествия сегодняшние, большая его часть, будут проходить по Романовской дороге. Те люди, которые приезжают на отдых в Крым, все нарывать приехали на южный берег, чтобы полюбоваться его красотой. И утверждают, что самая красивая дорога на нашем полуострове – это южнобережная трасса Алушта-Ялта, обязанная своим происхождением графу Воронцова. Но те счастливчики, которые побывают на экскурсии у нас в Крымском природном заповеднике, с ними не соглашаются. Они говорят, что самая красивая дорога Крыма – это Романовская. Вам же выпадает сегодня двойная удача. Сейчас вы будете любоваться красотой с императорской дороги, а возвращаться с экскурсии будете по южнобережной трассе. И вся эта красота, которую здесь и сейчас вы сможете увидеть с высоты птичьего полета, проплывет непосредственно у вас перед глазами. Вы проедете поселки Портонита-Нурзов. Перед вами проплывет гора Аюбак и скалы, торчащие из моря Адалары. И у вас будет возможность сравнить, какая из красот вам понравится больше. Но я посмею повториться, что двигаемся мы, путешествуем сегодня по Романовской дороге, которая была построена для нужд семьи, последнего российского императора семьи, которая очень любила посещать Космодомяновский монастырь. Приезжали не туда, чтобы помолиться о здоровье своего неизлечимо больного наследника. А монастырь находится в 20 километрах от Алушты. Высоко-высоко в горах, в горном ущелье, в Теснине, в таком неприметном, скажем так, других частей, кроме мести. И чтобы туда добраться из Ливадии, где была летняя царская резиденция, нужно было обладать и запасом терпения, и времени, несколько раз останавливаться на отдых. И, конечно же, путешествие это было достаточно длительным утомителем. Приезжали они туда в основном либо на Пасху, либо осенью, чтобы избежать летней крымской мучительной жары. Но в начале 20 века, вот здесь, вот в этих местах, в Южнобережском лесничестве, как тогда назывались вот эти места, сейчас это Явдинское лесничество-заповедник, здесь живет и трудится лесничий Алексей Феодосевич Скоробогатый, который, узнав о такой проблеме императорской семьи, предлагает сократить их путь к монастырю и соединить монастырь и Южный берег прямой дорогой. Когда Министерство императорского двора доложило царю об этой затее, то он с удовольствием поддержал ее и даже профинансировал проекты дороги. А проектов первоначально было два. Первый проект отображал следующее. Дорога должна была бы точно так же, как сейчас едемы, взобраться на Елу, на Высокогорье. Две трети пути прошло бы по Еле, остальная часть, это был бы крутой спуск с горы к монастырю, как я уже сказала, в ущелье, в центральную котловину Крымских гор. Но когда более детально стали исследовать этот вариант, то от него пришлось отказаться, причем даже по нескольким причинам. Но первая заключалась в том, что на Еле очень часто дает ураганный ветер, даже когда на берегу жарко, может идти дождь со снегом, проезд может не состояться в желаемое время. Вторая причина была в том, что крутой спуск с вершин Крымских гор к монастырю для конных экипажей, это по меньшей мере опасно. И третья причина заключалась в том, что эта дорога проходила бы очень далеко от мест выборочных рубок Граба, Дуба и Дука. Такие рубки проводились тогда, проводятся они и сейчас, это так называемая санитарная рубка или рубка ухода. Нужно вывозить, конечно же, упавшие стволы, не все, не полностью чистят, но тем не менее, нужно какие-то пути сообщений для транспортировки древесины, а эта дорога таким требованиям не отвечала. Поэтому приняли во внимание второй вариант дороги, дороги более северной, которая шла бы по северному склону Крымский гор, по лесному массиву. И всем требованиям оценили все за и против, все требованиям она отвечала. И в 1911 Николай подписывает приказ о проведении этого проекта в исполнение и отводит на строительство дороги два года. За два года на этих неприступных склонах нужно было проложить шоссе протяженностью около 40 верст. Но, конечно же, два года это громко сказано, потому что зимой здесь невозможно не то, что трудиться, а находиться. Сроки на строительство были сокращены еще в два раза за два лета. Нужно было проделать такой огромный объем работы. Ну, вы, наверное, уже себе представили, что в прошлом вот эти склоны, по которым мы сейчас движемся, были сплошными. То есть их нужно было террасировать и шоссировать, устать каким-то щебнем. Но вся проблема была в том, что на некоторых участках дороги та горная порода, у которой изымали предпроводки скалы, это был мягкий, крошащийся, глинистый сланец. И им устилать шоссиры водологи дороги было нельзя. Это мягкая, крошащаяся порода. К этому щебет песок, металл, тесанинками для опорки, для постройки опорных стиль. Все сюда нужно было завозить со стороны, как и продукты питания, которыми пробовалось прокормить работников, трудившихся здесь. И кто это был? Кто строил дорогу? А Турвы говорят, что это были мужчины, которые по каким-либо причинам не могли служить в армии, не могли держать оружие в руках. И как альтернатива военной службы их направили сюда, на эти работы. Но больше 2-3 месяцев здесь никто не удерживал. Уже жесткие были условия для работы и кратчайшие сроки. На октябрь месяц 2013 года была запланирована дата открытия шоссе 23 октября. По старому стилю, конечно же, 2013 года, его величество царь-император Николай II должен был выехать из Ливадии. И проехать через Массандру и подняться в монастырь, по вновь отстроенной дороги. То есть, по сути дела, проделать тот самый путь, что мы и делаем сами сейчас. Так оно и свершилось. Как планировали, дорогу открыли вовремя 23 октября 2013 года. Потому что после проведения первого проезда стали подчитывать смету. Сколько же денег в общей сложности пришлось на эти работы израсходовать. И оказалось, что дорожка вышла не из дешевых. 200 тысяч царских золотых рублей она на нее была потрачена, она потребовала. Так вот, только половину этой суммы смогла оплатить царская золотая казна. А вторую половину покрыла казна лесного департамента, который дорогу и строил. А руководил этим процессом строительством немецкий инженер Карл Денисович Кельцер. И почему же так дорого обошлись эти работы? Да, потому что Кельцер, как дальновидный и грамотный человек, построил эту дорогу на один аршиншоре, чем было запланировано и принято в то время. Конечно, это повлекло за собой лишние растраты денег, сил человеческих и времени, стройматериалов. Но в начале 20 века в моду уже вступали автомобили. То есть ориентировал Кельцер дорогу уже на автомобильное движение. И неправ он был, конечно, на 100%, потому что дорога достаточно плотно эксплуатируется сегодня для автомобиля. Но тогда он знал, что Николай испытывает слабость к моторам, что у него в Левадии на то время был самый крупный автомобильный парк в Европе. И рано или поздно он приедет сюда именно на моторе и праздник был на все 100%. И Супер Император тоже приезжал сюда на автомобилях. Но сегодня, как я уже сказала, сто лет эта дорога эксплуатируется. Когда едешь на маленькой машинке, на спринтере или на легковой, все, казалось бы, ничего. А когда я везу 30-местный эталон, огромный автобус, а на встрече не такой же бывает у нас встречное движение, иногда попадает, случается. Ну, простите меня, Кельцера, всегда вспоминаю с огромной благодарностью. Ну, еще одна вещь, которую я не могу не сказать, умолчать, что касаемо этой дороги, это то, что за 100 лет ее жизни и эксплуатации она до сих пор не претерпела ни единого капитального ремонта. Вы скажете, как же так, да, она заасфальтирована, да, в 57-м году ее покрыли асфальтом. Но я сейчас говорю о том, что она нигде не трескается, не разрушается, не ползет. Она не затронула ни единого полоса, нигде не разрушается и не трескает. Вот так вот строили, будем говорить, на века. Ну, а у нас сейчас она уже вынесла на гордон красный камень. Здесь вы сможете вдохнуть чисто, гордо, лечебно, пахучий сосновый воздух. Мы выйдем на смотровую площадку, вы взгляните вниз и скажете себе, Ялта у моих ног, полюбуйтесь на произведение искусства, которое здесь ветер создает с деревьями. Ну и, конечно, конечно.